Доброе утро! Это программа Медиаполе в студии Юлия Якушева. Расскажу о самом интересном и актуальном в информационной повестке на этот день. Говоря о перспективах развития банковского сектора, эксперты нового компаньона сходятся во мнении, что наступивший год будет в целом позитивным. По мнению Игоря Мерзлова, кандидата экономических наук, доцента экономического факультета Пермского классического университета, тенденция сокращения количества банков в 2018 году сохранится. Причины этого останутся прежними в одной половине случаев отзыв лицензии, в другой – присоединение или поглощение более крупными игроками. Несмотря на сокращение количества игроков, объемы операций банковского сектора в 2018 году будут расти. Накануне были презентованы результаты независимой оценки медицинских учреждений региона, пишет портал properm.ru. Как отметил исполнитель оценки, директор центра «Грани» Светлана Маковецкая, в общей сложности было опрошено почти 3000 пациентов, каждый из которых оставил комментарий по поводу работы медучреждений. Подавляющее большинство опрошенных высоко оценили работу больниц по всем критериям. Такой результат руководитель исследования объяснила тем, что в основном в независимой оценке отражено мнение молчащего большинства. Логическим заключением проделанной работы стали две вещи – рейтинг медицинских организаций и список рекомендаций для каждого учреждения. При этом, как утверждает глава Минздрава при Камее, важнее все-таки не присвоенные баллы, а изменения, которые будут происходить в больницах на основании полученных рекомендаций. Краевые власти сообщили о текущей ситуации с решением проблемы обманутых дольщиков в крае, пишет портал 59.ру. В первом квартале 2018 года планируют ввести в эксплуатацию три дома. Сейчас по этим объектам оформляют необходимые документы. До конца года должны сдать еще пять долгостроев. Таким образом, в реестре долгостроев Минстроя останется семь объектов. Цитирую, по декабристов 97 решили оказать поддержку дольщикам, но есть серьезная проблема с залоговыми кредиторами. По Дому Челюскинцев 23 заключено соглашение о достройке между ПАИ ЖК и ЖСК. Толмачево 15 также заключено соглашение, но есть проблема высотности. После решения комиссии об изменении высотности в феврале мы выходим на проектирование и сдаем документы на госэкспертизу, а затем начинаем достройку этого объекта, рассказала замминистра строительства Прикамья Фаина Минх. По ее словам, проблемы возникли с достройкой одного из самых больших долгостроев первого пермского микрорайона в селе Лобаново. Из-за некачественного строительства и высокого уровня грунтовых вод вторую очередь долгостроя придется сносить и строить заново. Общая стоимость проекта возрастет с 700 до 800 миллионов рублей. Остаются шесть объектов группы компании «Камская долина» и дома пащиков, обанкротившейся компанией «Классик», где в разной степени нарушены сроки ввода в эксплуатацию. Это была программа «Медиаполе». До встречи в эфире.